Максимально низкую цену, хоть какое-то качество Молча выбивает всем зубы и садится на трон Куда ты собрался? А здесь уже абсолютно другой уровень, ребят Зикар, Зикар это просто катапульта Это первый китайский электрокар, интерьер которого мне полностью нравится Шире, чем любой другой немецкий автомобиль этого класса Ребятки, день добрый На глобальном авторынке мира существует множество автомобильных компаний С богатой родословной историей, авторитетом, спортивными достижениями и армией поклонников Главный закон рынка гласит При добросовестном отношении к своим покупателям Такие компании продают лучше и с годами становятся только сильнее Но что если я вам скажу, что существует еще один закон Закон джунглей Когда молодой лев приходит в Прайд, его не интересуют родословные заслуги и достижения Он молча выбивает всем зубы и садится на трон 3 секунды до 100 на пневме 700 километров батарея 2300 килограмм снаряженной массы Зиккар 001 Зиккар 001 Подписывайтесь на наш канал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть 4 способа попасть в автомобиль. Face ID на стойке, с помощью карточки NFC, с помощью программы на мобильном телефоне, на смартфоне и обычным брелком. Давайте быстро по отделке. Ручки для аэродинамики утопленные. Вся эта часть из мягкого пластика. Натуральная строчка. Это кожа NAPA, это пластик. Сидение из NAPA. Подлокотник NAPA. Кстати, прикольный дизайн. И белый с синим, компоновка белая синим, мне нравится больше. Это тоже из мягкого пластика. Это кожа NAPA и это алькантара. Стойки и потолок обшиты микрофиброй. Здрасте. Вся эта часть тоже обтянута кожей NAPA. Сюда можно поставить телефон на беспроводную зарядку. Убрать, добавить громкости быстро в центр, мьют. Два подстаканника. И, как мне нравится, и большинству, я уверен, тоже, вот такой подлокотник. Внутри обтянут ткани. Здесь у нас есть сенсорные кнопки. Открыть бардачок. Сделать фотографию. Аварийка. И подогревы стекол. Бардачок довольно большой. И внутри обшит тканью. Посмотрите на интерьер этого автомобиля. Они рисовали честно сами. Все это нарисовано ими. У них, я уверен, все получилось. Это первый китайский электрокар, интерьер которого мне полностью нравится. Вот все. В каждой детали. Абсолютно не к чему прицепиться. Визуально. Давайте поговорим про дисплей. Перед нами два экрана. Этот экран 15 дюймов. Этот экран 9 дюймов. Разрешение 2К. И я бы сказал, что да, неплохое разрешение. Качество картинки очень хорошее. Отличная новость в том, что здесь есть английский язык. Очень хорошая цветопередача. Коммунисты скоммуниздили у Теслы оболочку. Практически выглядит как Тесла. Да и неплохо. У Теслы очень хорошая оболочка. Работает, в принципе, отклик хороший. Фейлов никаких нет. Но если будем открывать карту, либо там еще что-то, оно слегка тупит, конечно. Плавает. Но заверили меня, что это не проблема этого дисплея. Дисплей очень мощный. Проблема именно в софте. Который со временем придет по воздуху. Обновление придет по воздуху. И такой проблемы больше не будет. Мало того, привели мне пример, что у Сиопена вначале тоже так было. И, кстати, я подтверждаю. Я когда на ранние Сиопены садился, там тоже плавала карта. А сейчас там все летает. Это, скорее всего, действительно вопрос времени. И они это исправят. Как и во многих других китайских современных автомобилях, здесь есть камера, которая следит за усталостью водителя. Она дает, если она почувствует, что водитель устал, она будет сигналить, делать температуру воздуха холоднее, всячески давать понять водителю, что он должен расчехлиться. Здесь стоит Android-система. Сюда можно устанавливать любые мессенджеры, разные программки, фильм. Можно смотреть фильмы, музыку, лазить в интернете, читать книжки и тому подобное. 5G безлимитный интернет. И можно оформить подписку и смотреть фильмы. Походу, Вторая мировая. Так, ладно, окей, хорошо. Хорошо. Фильмы смотреть можно. Здесь нас встречает камера Face ID. Можно зарегистрировать до 10 пользователей, и главный пользователь может раздать различные права. Кто-то может ездить и читать информацию с дисплея, кто-то может только пользоваться дисплеем, но ездить не может. Руль с самого среднего размера, обшит кожей, внутри пластика. Здесь два тачпада. На главном экране мы можем добавлять различные функции. Например, в данном случае мы добавили функцию электрорегулировка по высоте и по вылету с помощью этого тачпада. Это в максимальном он был положении, низком. Понятно, да? Так же, как и у Tesla. Кстати, здесь очень умный проектор. Мало того, что он показывает скорость и навигацию, он еще и дублирует ваш дисплей в упрощенном варианте. Понятно, да? 21-е колеса и дисковые вентилируемые тормоза по кругу. Чтобы добраться до зарядного порта, нажимаем и ждем. Он сам открывается. С 20 до 80% можно зарядить за полчаса. И за 5 минут можно зарядить 120 километров. Нажимаем кнопочку. Закрывается. 187 сантиметров роста. Сел за самим собой. У меня кулак перед коленом. Кулак над головой. Очень удобно сидеть. Мне уже нравится наклон спинки. Очень просторный задний ряд. Большой подлокотник. Есть лампочка, к сожалению, сенсорная. Есть крючок, есть воздух. Есть сетка. И, кстати, можно отрегулировать наклон спинки. Оу, оу. А вот так и надо ездить. Вот так вообще хорошо. Я как дома. Подлокотник. Здесь есть ниша для документов. Сюда можно поставить телефон на беспроводную зарядку. И есть подстаканник. Конструкция средненькая. Не очень хлюпенькая, средняя. Сзади у нас механический воздух. Есть ниша. И зарядные порты. Заглянем под капот. Так, у нас здесь есть ниша. Она не очень большая, но можно сюда, бутерброды, можно сюда закинуть. Покупатель может бесплатно выбрать дизайн дисков. Все они 21-е. Я бы выбрал вот эти. Итак, 2016 год. Город Гетербург, Швеция. Появляется новый автомобильный бренд Link & Co. Все мы знаем компанию Geely. Наши бизнесмены привозили их автомобили, которые не особо отличались надежностью. Кстати, те Geely, которые выпускались на внутренний китайский рынок и Великобританию, такой проблемы не имели. Связано это с тем, что наши бизнесмены приезжали в 2000-е в Китай и договаривались не только с Geely, с Cherry и с другими компаниями за максимально низкую цену, хоть какое-то качество. А потом приезжали и продавали нам это втридорого. Компания Geely развивается космическими темпами. Они выкупают Volvo, вкладывают в них 3 миллиарда долларов. Вот откуда у Volvo после 10-летнего застоя такие сумасшедшие гибридные системы с разгоном 4 секунды до 100. Также недавно они выкупили 51% акции компании Lotus. Это, кстати, та компания, которая построила первый автомобиль Tesla Roadster для Илона Маска. Вернемся к Link & Co. Напомню, это шведско-китайская компания, которая сейчас открыла полностью электрическое направление, которое называется Zikar. В последующем в Европе автомобиль Zikar будет продаваться под значком Volvo и Link & O в зависимости от страны. Но, как вы понимаете, совершенно за другие деньги. 480 литров. Есть еще ниша, кстати, не маленькая ниша. Колонки, крючки. Есть розетка. Как я и говорил, здесь очень хорошая шумоизоляция. Все мы знаем, что она стоит немало денег и здесь на этом не сэкономили. Браво, Zikar! Браво! А пневма здесь съедает все. Очень хорошая настройка подвески. Вообще не шатает. Ребята реально постарались. При этом безумно комфортно и есть ощущение большого тяжелого автомобиля. Ребят, он 2 метра в ширину. Это шире, чем любой другой немецкий автомобиль этого класса. На нем просто хочется ездить и получать удовольствие. И мне нравятся тормоза здесь. 32 метра тормозной путь. Это топовый результат, как для автомобиля весом 2300 килограмм. Кстати, напишите в комментариях, существует ли вообще на планете любой другой автомобиль снаряженной массой 2300, серийный, городской, у которого 32 метра тормозной путь. Мне самому интересно, я так и не нашел. В общем, тормоза вы поняли. Кстати, за всю безопасность здесь отвечают инженеры Volvo. Именно они здесь работали в этом направлении. Слушайте, а вот и Panamera. Сама вселенная мне ее послала. А ну иди сюда, парень. Сейчас даже дам ему фору в пол кузова. Готовы? Натягиваю рогатку. Куда ты собрался? О-хо-хо-хо-йо-йо-йо-йо. Он вообще не понял, что случилось. Хо-хо-хо-хо-хо. Зикар, Зикар это просто катапульта. Проекция на лобовое стекло, кроме скорости, показывает навигацию. Это очень удобно, я считаю. Хорошо читается, яркости здесь достаточно. Но я видел и поярче. Например, ArcFox Alpha S и BMW iX там ярче проектор. Хай-и-вэн. Гуан-и-я-ди-ту. Хай-и-вэн. Да-мэй ша цмо д жо. Это-мэ-мэй-лэ-ди-гэ. Де-мэй-гэ. Какой-нибудь. Ну и давайте подведем итог. Полушвед, полукитаец. Технически, я считаю, круче, чем любой немец, который в два раза дороже. С дизайном, я считаю, тоже угадали на все 100%. Экран, да, экран, да, но обещают допилить, и тогда вообще будет конфета. А главное, все это на пожизненной гарантии, но только для китайцев. Ребят, ладно, если понравился видеоролик, вы знаете, что делать. Если нет, не надо стесняться, ставьте жирный дизлайк, а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok